Французский парламент абсолютным большинством поддержал антитеррористический закон. Теперь закрывать мечети станет проще, а полиция сможет арестовывать подозреваемых и без санкции суда. Как это будет работать на практике, выясняла Елена Абрамович. Необходимость изменить законодательство назревало давно. Только с начала года в стране зафиксировали более 10 инцидентов, связанных с радикальным исламизмом. Последний на выходных в Марселе. Несколько дней назад у нас уже был режим чрезвычайной ситуации, но это не помогло. А значит, что мы всегда должны проявлять бдительность. Нашим разведслужбам необходимо в каждом конкретном случае быть намного впереди. Согласно новому закону, руководители МВД и департаментов смогут задерживать подозреваемых без решения суда. А также организовать масштабный полицейский контроль на вокзалах и в аэропортах. К тому же власти смогут закрывать религиозные учреждения, если они распространяют идеи и теории, которые способствуют терроризму. Результат скрутан. Апоганды радикальных форм исламизма. У наших разведслужб есть достаточной информации, чтобы отозвать разрешение на пребывание в стране этого человека. Когда существует угроза, мы не можем продлить визу. Бельгийские правоохранители за последние пару лет раскрыли множество террористических ячеек в стране. Радикальные исламисты из Бельгии были организаторами не только взрыва в Брюссельском аэропорту и метро полгода назад, но и парижских терактов в ноябре 2015-го. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.